В этом выпуске разбираем крупные города, и не просто крупные, а самые крупные в мире. Слово «мегаполис» слышал и знает каждый, а вот «мегалополис» уже немножко сложнее. Если мы обратимся к словарям, то они нам подскажут, что мегаполис представляет собой гигантский по масштабам город, в котором проживает многочисленное население. А вот «мегалополис» — это наиболее крупная форма расселения, которая образуется в результате срастания большого числа соседних городов, агломераций. Первоначально «мегалополис» — это название древнегреческого города, который был заложен фиванцами в IV веке до н.э. Целью создания данного города было политическое противостояние с партией и другим крупным греческим городам. Среди знаменитых уроженцев этого исторического города — последний Эллен Филопемен, Полибий — историк, государственный деятель и военачальник, а также химик Леонидас Зервас. Городок с этим названием существует и по сей день. Находится он в 154 километрах от Афин. В нем проживает всего лишь 5000 человек рядом с руинами древнего греческого поселения. Таким образом, название современного города не оправдывает свою историю. В качестве термина название города начало использоваться Жаном Готманом, ученым-географом в 1957 году. Первый случай «мегалополиса» был изучен Готманом вдоль северо-восточной урбанизированной прибрежной полосы Соединенных Штатов Америки, простирающейся от Бостона до Вашингтона. Это область старейшей урбанизации в США, которая примерно соответствует территории первоначальных колоний основателей американского государства. В нем сосредоточены, а точнее, в его основных городских центрах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон, Балтимор, Филадельфия, Бостон, высокоразвитые и специализированные функции, принадлежащие постиндустриальному обществу. Таким образом, создается новая форма непрерывной городской агломерации, в которой преемственность этих мегаполисов разделяется только небольшими лесными зонами, которые символически стоят на пути преемственности города. Согласно теории Готмана, этот особый район Северной Америки образовал большую городскую агломерацию с населением 40 миллионов человек и протяженностью 700 километров. Для названия данного мегалополиса был введен термин «босвош», объединяющий в себе название двух городов – Бостона и Вашингтона. «Босвош» включает в себя около 50 миллионов жителей или 16% населения США. Также 5 из 50 лучших городских районов мира – Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Балтимор и Вашингтон. Сюда входит Белый дом, Капитолий, штаб-квартира ООН, Нью-Йоркская фондовая биржа, штаб-квартира МВФ. Позже американский футуролог Герман Канн и его коллега Энтони Виннер В 1967 году вводят и новые термины названия «Чипиц» и «Сан-Сан», обозначая таким образом крупные мегалополисы, растущие на Среднем Западе и побережье Тихого Океана, соответственно. «Чипиц» – мегалополис Великих Озер в Соединенных Штатах. Его еще называют просто «Приозерный». Район включает в себя регион Среднего Запада, Южный район – Антарио и части Пенсильвании и Нью-Йорка. Он простирается от коридора между Милуокией и Чикаго, проходящего через территорию между Детройтом и Торонто, включая Индианаполис, Гранд-Трапец, Цинциннати, Колумбус, Кливленд, Баффало и достигающий Питтсбурга. В 2000 году в регионе насчитывается 54 миллиона жителей и к 2025 году ожидается, что он достигнет 63 миллионов. Мегалополис Сан-Сан – это термин для научной конструкции цепи столичных регионов в Западной Калифорнии вдоль побережья от Сан-Франциско до Сан-Диего. Здесь, кстати, рекомендую посмотреть серию моих видеороликов из Америки про Калифорнию, про Сан-Франциско и Сан-Диего. Ссылочки вы найдете в описании к данному видео. Сан-Сан охватывает большую часть населения Калифорнии, включая район Большого Лос-Анджелеса, где проживает около трети всего населения этого штата. И да, здесь тоже рекомендую посмотреть подробный выпуск про город Лос-Анджелес, где я детально рассказываю о Голливуде, Universal Studios и самом центре города, включая самые богатые районы, где живут знаменитости. Сейчас же в Калифорнии наблюдаются тенденции к урбанизации, но они все же касаются не самого побережья и даже не первых рядов прибрежных долин, а скорее географического центра штата в Калифорнийской продольной долине. А между городами, находящимися на побережье, по-прежнему лежат большие расстояния. Вы, наверное, заметили, что первую часть этого выпуска мы сконцентрировались на Америке. Но, конечно же, мегалополисы есть не только в Штатах, но и в Европе и Азии. Так, например, европейским мегалополисам принято считать наиболее экономически развитый регион Европы. В 1989 году французский ученый Рожет Брюн также назвал его «голубой банан» из-за характерной формы, если посмотреть сверху. Северная часть этого банана находится в старинных центрах старелитейной и угольной индустрии. В городах Великобритании, Манчестере и Берминге. Далее он проходит через Лондон, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Потом через Германию, Швейцарию и, наконец, Италию. Почему именно эти страны? Прежде всего, не только страны, а именно значимые города. Да, этот европейский супер-регион является политическим и экономическим двигателем Европейского Союза и доминирует в периферийных районах. Для того, чтобы разобрать следующий мегалополис, мы отправляемся в Китай, в дельту реки Янзы. Это треугольникообразный мегалополис, обычно включающий в себя китайскоязычные районы Шанхая, южную провинцию Цзянсу и северную провинцию Чинцян. Этот район находится в самом сердце района Цзянань, буквально к югу от реки, где река Янзы впадает в Восточно-Китайское море. Имея плодородную почву, дельта Янзы обильно производит зерно, хлопок, коноплю и чай. В 2018 году ВВП дельты Янзы составлял примерно 2,2 триллиона долларов США. Городское строительство в этом районе привело к тому, что это теперь, возможно, самая большая концентрация прилегающих мегаполисов в мире. Он занимает площадь в 99600 квадратных километров и является домом для более чем 115 миллионов человек по состоянию на 2013 год, из которых по оценкам 83 миллиона городские жители. Ну а если исходить из зоны дельты Большой Янзы, то в этом регионе проживает более 140 миллионов человек. Имея около 1,1 населения Китая и 1,5 ВВП страны, дельта реки Янзы является одним из самых быстрорастущих и богатых регионов Восточной Азии, измеряемых по паритету покупательной способности. А какая ситуация наблюдается в России? В нашей стране мегалополисов нет. Россия – исторически сельская страна, а возникший в 20 веке процесс урбанизации, подкрепленной централизацией управления, привел к формированию гипертрофированного центра в Москве. Но это не мегалополис, так как все же это историческое развитие шло и идет вокруг одного центра. В будущем мегалополисом может стать Москва-Санкт-Петербург, но это очень далекая перспектива. Мегалополис – это не мегаполис. Здесь нет единого центра. Это объединение центров. Мегалополис